привет ребят с вами дядюшка ли шоу и сегодня я подготовил новую бомбезную подборку самых крутых вещей сайта алиэкспресс которые точно вам понравится это я обещаю а также ребят обязательно смотрите этот выпуск до конца в конце у нас конкурс на новый смартфон samsung galaxy a11 который любой из вас может выиграть бесплатно ну а теперь скорее бегите за вкусняшками хватайте чаек и присаживайтесь поудобнее а также не забывайте поставить лайк и жмите на колокольчик чтобы первыми смотреть новые видео врум 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 это фмс атлас 6 на 6 невероятно крутой радиоуправляемый грузовик выполнены в масштабе 1 к 18 и первое что я хочу отметить его потрясающий небесный окрас согласитесь он куда интереснее чем тот что мы видим на обычных машинках из магазинов модель оснащена полным приводом с таким грузовиком можно смело кататься по самым неровным дорогам ему не страшны ни камни не сложные подъемы не грязь а все благодаря водонепроницаемому корпусу также предустановленный порт питания aux на приемнике позволяет легко устанавливать системы fpv и осветительные приборы так что скорее хватайте с собой запасной аккумулятор и бегом на улице а это игровая приставка геймбой не особенностью является очень маленькие размеры приставка буквально с кредитную карту так что с ее хранением и ношением проблем точно не возникнет запихнули в карман и можно отправляться в школу но несмотря на размеры игр у нее более чем достаточно а если быть точнее то здесь их внимание 15000 шучу ли я да нет я абсолютно серьезен а еще у приставки реально клёвый прозрачный дизайн все кнопочки управления на месте и даже динамик есть вот же круть хоть сейчас и не велосезон следующая штука вам обязательно когда-нибудь пригодится ведь именно с ее помощью можно защитить своего двухколесного коня от угонщиков это велозамок открывающиеся отпечатками пальца длина его кабеля составляет 1 и 2 метра чего с головой хватает зарядка осуществляется через юсб но она вам не пригодится как минимум на полгода а то и больше для удобства замок можно хранить прямо на велосипеде короче вещи определенно годные если вы не хотите чтобы кто-нибудь скоммунизил ваше добро пока вы отсутствуете обязательно к ней присмотритесь ребят я может быть что-то не понимаю но какого фига здесь происходит спортсмены в частности бегуны может быть вы мне объясните что это за штука напоминающая автомобильную подвеску на беговых кроссовках а это она и есть ну ладно какой там сейчас год напомните 2007 7 это что киберпанк одна французская компания на полном серьезе объединила кроссовки и автомобильную подвеску теперь они выпускаются не просто с амортизирующей подошвы а в буквальном смысле слова с амортизаторами такие тапки имеют систему полного поглощения ударов которая поможет уберечь суставы во время бега что особенно актуально при беге по твердой поверхности на длинные расстояния дорого ли стоит это удовольствие да я бы не сказал в принципе как и обычные хорошие кроссы вопрос лишь в удобстве я очень люблю деньги хоть и кто блин их не любит но вот что-то откладывать их такое себе удовольствие ну уж я очень нетерпелив поэтому и решил выбрать себе копилку которую будет сложно открыть тогда это необычная копилка представляющая собой машину инкассации денежки здесь хранятся в надежном месте в сейфе для которого нужен пароль машинка принимает как монеты так и купюры так что не отвертитесь теперь кодовый замок издает звуки при наборе и может быть перепрограммирован в случае неверного ввода активируется сирены и начнут мигать красно-синие огни так что любой воришка будет пойман и наказан следующая вещь обязательно приглянется автомобилистам это моджи пик автомобильный дисплей на который можно вывести гиф изображения устройство устанавливается на окно или на приборную панель с помощью присосок дисплей имеет разрешение 32 на 32 пикселей яркость 6000 кд обеспечивающий видимость эмодзи в дневное время даже сквозь тонированное стекло управлять им можно двумя способами голосом или через мобильное приложение в нем вы найдете более полутора тысяч различных гифок смайликов мемов в общем скучать не придется но если ничего из предложенного вам не зайдет есть возможность придумать что-то свое используя тот же софт а еще моджи пик позволяет поностальгировать и сыграть восьми битные игрухи в некоторых машинах вместо традиционного замка зажигания используется кнопка старта стоп она позволяет владельца завести его авто одним касанием а также обеспечивает дополнительную защиту от угона однако согласитесь что кнопка она и в африке кнопка и не исключено что ее можно поражать совершенно случайно именно для того чтобы исключить такие случайности существует подобный гаджет он обеспечивает некую защиту ведь для того чтобы с ним нажать на кнопку придется поднять крышку кроме того вещица и выглядит круто она выполнена в виде рыцарского шлема не смотрится очень благородно да еще и в интерьер машины вписывается а это то что зайдет каждому юному инженеру я сейчас говорю на необычном двигателе стерлинга до работает он не поверите при помощи поджога палочки со спиртом и не просто кое-как там тарахтит в сторонке а развивает нехилую такую скорость 1300 оборотов в минуту выглядит движок стильно как будто взяли несколько вообще не связанных предметов засунули их в одно и получилось вот это вот короче мне он понравился что еще о нем говорить вот бы такой на урок физики в нашей школы и любишь похрустеть орешками тогда люби их чистить ладно шучу в нашей с вами лайфхакерской жизни даже этого уметь не нужно с этим поможет очень крутой орех окол выполнены в виде робота и старых фантастических фильмов и мультиков у него яркий красно-желто-голубой окрас и вообще весь он интересный в районе живота у робота есть круглые отверстия в него нужно поместить орех любой как вам понравится и повернуть ключ несколько раз в итоге за какие-то считанные секунды плод будет готов к употреблению кстати вся конструкция щелкунчик и деревянная из массива бука а здесь у меня ручка да непростая со встроенным принтером с ее помощью можно печатать как текст так и штрих-коды или фотографии к поверхности она не особо требовательна главное выбирайте более пористую разрешение принтера составляет 600 dpi по необходимости картриджи ручки можно легко заменить несмотря на то что сел пик довольно небольшой он может безостановочно работать в течение трех часов а также позволяет печатать до 90 листов формата а4 на каждом картридже для того чтобы запустить процесс необходимо сделать всего два действия выбрать дизайн и нажать на кнопку легко правда для студентов и художников вещь незаменимая вау вау модники а это для вас подгон здесь меня клёвые светящиеся очки представляющие собой цельную пластину они выглядят так будто бы были позаимствованы у персонажей из игры киберпанк а еще эти рисунки нет ну точно бомба вы только представьте какие с ними можно придумать образы все гости обзавидуются и будут смотреть только на вас кстати свечение очень яркая его режима регулируется кнопкой так так это классные умные часики с большим дисплеем на нем очень удобно получать как sms уведомления так и звонки кроме того устройство предлагает много спортивных режимов помогающих анализировать физической активности выполняющих ряд других функций без которых занятия спортом невозможны к тому же часы 24 на 7 мониторит состояние здоровья их корпус водозащищенный так что нырнуть в воду не снимая с себя девайс тоже вполне привычная вещь лазерный гравировщик назови кто этот механизм людям лет так сто назад его бы посчитали за колдуна и сожгли бы нафиг на костре а сегодня это шайтан машина реально работает и радует многих людей как именно она делает то что она делает я вам вряд ли объясню будем просто стараться понять по видео хотя чё тут понимать то она лазером выжигает заданные вами рисунки на любой поверхности можете кстати именно ей на лбу себе написать что-то чтобы не забыть это шутка была если что такого делать ни в коем случае не стоит почему да потому что мощность этого лазерка аж 3000 мегаватт в итоге у чувака за пару минут при помощи него получился не маленький логотип ровненький такой четкий а это трицикл или как его там в общем квадрик только на трех колесах надеюсь я не ошибся сделан крутое в классической беспроигрышной красно-черной расцветки к тому же в него впихнули 200 кубовый мотор от чего теперь вряд ли вообще хоть кто-то осмелится сказать что транспорт не ок плюс что на самом деле является редкостью в таких тачках у него есть яркий фонарь спереди одной этой фары более чем достаточно для освещения своего пути а три мощных широких колеса помогут не застрять не в грязи не в снегу не где-то еще а это бомбический светильник представляющий собой ядерный взрыв согласитесь смотрится на очень реалистично и необычно если снять под нужным ракурсом твоего и вовсе не отличить от спецэффекта в дорогущих фильмах светильник очень яркие при этом он не режет глаза и создает непередаваемую атмосферу в комнате в комплекте с устройством идет пульт используя который можно регулировать свечение лодочный электромотор майн кота эндуро 30 это идеальный вариант для тех кто рыбачат на озере компактные размеры и небольшой вес составляющий всего 7 килограммов позволяет использовать его даже на маленьких лодках а также существенно облегчает транспортировку у майн кота эндуро 30 есть пять передних передач на 5 он разгоняет трехметровую лодку до скорости 5 километров в час и потребляет ток 30 ампер поэтому если аккумулятор заряжен на сто процентов то по спокойной воде лодка без остановки пройдет часа три но на пятой скорости приходится передвигаться редко только в том случае если переезжаешь с одной точки на другую да и для этого привычнее третья передача на 3 скорость составит 2-3 километра в час максимальные габариты лодки на которую можно установить этот электромотор будут 780 килограмм и 420 сантиметров на носу новый год а это значит что уже совсем скоро в каждом доме будет стоять и создавать атмосферу праздника нарядная елочка а сделать ее яркой еще более красивый вам поможет такая вот гирлянда она совсем не похожа на те что мы использовали лет пять назад на то и все 10 устройство имеет градиентное свечение где один цвет плавно переливается в другой кроме того для управления им используется мобильное приложение в котором можно настроить свет выбрать режим свечения добавить эффектов задействовать определенные зоны а также сделать так чтобы елочка светилась в такт музыки ребят ну вот и подошел этот ролик концу но у нас еще остался конкурс на смартфон samsung galaxy 11 для участия надо подписаться на канал поставить лайк и написать комментарии ты участвуешь мы в следующем видео мы определим победителя а в предыдущем конкурсе победил мухридин абаралиев напиши мне вк и забирай свой приз из прошлого видео все всем пока